О главных новостях краевой столицы региона прямо сейчас в программе «День с толком». В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Там, где часто топит. На улице Попова планируют установить дополнительную ливневку. Ну, что-то правда воняет. Ну, это очень неприятно. Целое озеро Стоков. В Бийском районе завод отравляет жизнь местным жителям. От дискотеки 80-х до подвалов 19-го века. Музейная ночь в Барнауле. Куда сходить и на что посмотреть. Начнем. На улице Попова, которую часто топит в дожди, сделают дополнительную ливневку. На работы по устройству системы водоотведения мэрия планирует потратить порядка 7 миллионов рублей. Эта информация появилась на сайте госзакупок. Известно, что новая ливневка появится на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Именно этот участок страдает во время сильных дождей. На данный момент объявлен аукцион и определяется подрядчик. Выполнить устройство ливневки планируют в летний период. Продолжим. Губернатор Алтайского края принял участие в онлайн-совещании с Владимиром Путиным. Речь шла о весенних полевых работах. Виктор Томенко отметил, что для нашего края, как для опорного аграрного региона России, вопросы, связанные с посевной, очень важны. Сейчас посевная кампания идет по всему краю. Общая площадь около 5,4 миллиона гектаров. За прошлый год было закуплено более тысячи новых тракторов, комбайнов и другой техники на общую сумму 22 миллиарда рублей. Алтайский край продолжает работать с правительством по расширению мер поддержки. Первый транш субсидий – это более 380 миллионов рублей – уже распределили между производителями зерна. Еще один, примерно такой же, перечислят в ближайшее время. В этом году Алтайский край проведет яровой сев на площади 4,8 миллиона гектаров, самый большой в стране. Все для проведения работ у нас есть. 40% уже засеяно. В течение 20-25 дней наши технические возможности позволяют провести весь комплекс работ. Еще один важный стратегический вопрос – это участие Алтайского края в новом сухопутном зерновом коридоре между Россией и Китаем. Сейчас в правительстве края изучают перспективы и возможности этого проекта. И к другим темам. Неприятный запах или целое экологическое бедствие? Жители села в Бийском районе жалуются на постоянное зловоние с местного предприятия. Отходы от производства сливаются в окружающую среду. Как живется людям с таким соседством и насколько опасны эти отходы для природы, выясняла наша съемочная группа. Ну, что-то правда воняет. Но это очень неприятно. Нам это не нравится. Неприятный кислый запах, веющий с горы. На зловоние жители села Малоугренево жалуются уже не первый год. Ситуация обостряется летом, особенно в вечернее время суток. Очень воняет на полдеревни. Они какие-то делают выбросы, я не знаю, там они пиво делают и какие-то делают выбросы. И у нас на полдеревни воняет, да. Пивоваренный завод, расположенный выше, радует жителей села не только пенным, но и отходами от его производства. Безобразие! Мы связались с местными защитниками природы. В целях безопасности мы вынуждены изменить голос нашего героя. В Советском Союзе до развала там колхоз строил консервный завод. Вся ситуация в стране тогда не дала это завершиться. Но заделы уже были. То бишь, уже стояло здание непосредственно. И была примитивная система фильтрации. Несколько переливных резервуаров друг за другом каскадом. И, в общем, эти резервуары раньше использовались населенным пунктом, как раз вот для слива нечистот. Ну а после того, как это предприятие выкупили частники, они вот организовали туда сброс непосредственно стока. Из этой трубы уже вылилось такое количество стока, что набралось приличное озеро. Никаких очистных сооружений не наблюдается. Стоковые воды уже переполнили один резервуар и продолжают выливаться в песчаный карьер, расположенный ниже. Надо сказать, запашок здесь стоит крайне неприятный. Я, придя на эту тоже в 2017 году, ездил туда, смотрел, видел, как даже сливается. Поэтому, ну, законно люди жалуются, да. Мне не буду сейчас называть те органы, которые, ну, вроде того, разберись, съезди. Ну, вы меня простите, это частная территория. Что я там могу? Не таких, чтобы у меня много полномочий. На публичной кадастровой карте территория резервуаров в той же собственности, что и предприятие. Здесь нужно, во-первых, смотреть разрешительную документацию того предприятия, которое осуществляет негативное воздействие, что и разрешено, и соблюдаются ли установки нормативы. Сброс загрязняющих веществ на рельеф местности не предусмотрен, подчеркивает эксперт. Сброс должен быть организован непосредственно в водный объект, либо в системы водоотведения. Отметим, в шаговой доступности от лагун находится питьевой родник. Родник – место достаточно популярное. Церковь, вся епархия сюда приходит. У них сюда проводятся крестные ходы. Плюс на крещение здесь люди купаются, у них купель специально сделана. Прихожане заверяют – вода чистейшая. Родник освящен батюшкой. Насколько там, как вы думаете, чистая вода? Могу сказать, что я, придя опять в 17-м году, возил Роспотребнадзор, делал заключение. На родник никак не пулял, а вода вполне прилично нормальная. То есть пробы прошли проверку, да? Да, в то время. Обращался в организацию природоохраны, говорит Николай Романюк. Однако были ли предприняты какие-то меры, он не в курсе. Это вынос органических элементов. Это вынос химических элементов, вынос терролок, металл, альтонепритов и прочее. Загрязняющих веществ и в форме того, это микробиологическое забрязнение. Восстановление нарушенных почвенных систем – процесс длительный и сложный, отмечает специалист. Поэтому необходимо принимать меры как можно быстрее. Но предпринимать меры пока пытаются только собственники пивзавода. Меня не буду скрывать, недавно, буквально два дня назад был директор, просил продать еще одно резервуар, там так называемый, который в земле находится. Но мы сделали запрос с моей коллегой-землеустроителем. Там земли лесного хозяйства, они к нам как бы не относятся, поэтому ему, видать, надо, чтобы еще. Мы пытались связаться с представителями завода, но трубку никто не взял. А пока местные жители могут написать обращение в природоохранную прокуратуру и Минприроды с просьбой провести проверку. И если эксперты выявят нарушение, то виновные могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности. История с квартирным вопросом девушки-инвалида движется к хэппи-энду. Сироте Светлане Крюковой, которую признали потерпевшей по уголовному делу о халатности должностных лиц регионального жилищного управления и Министерства строительства, все-таки предоставили квартиру на первом этаже. Ранее мы рассказывали, что девушки предложили квартиру на девятом этаже. Но проблема в том, что лифт в этом доме ходит только до восьмого. После того, как наш сюжет вышел в эфир, вопрос о жилье сдвинулся с мертвой точки. Светлана рассказала нам, что региональное жилищное управление предложило ей квартиру в доме на улице Юрина на первом этаже. На такой вариант девушка согласилась. И теперь остается ждать, когда ведомство приватизирует эту квартиру и соберут все необходимые документы, и тогда состоится переезд. Светлане пояснили, что это займет около недели. В региональном жилищном управлении заявляют, что по решению суда на учреждение не возлагалась обязанность предоставить Светлане квартиру именно на первом этаже. А специалист, который направлял предложение о заселении, как опять же говорят в ведомстве, не знал о том, что девушка является инвалидом-колясочником. И к другим темам. Сегодня, в День пионерии, 17 школьников края получили самый важный в жизни документ – паспорт. Идея вручать паспорта в торжественной обстановке родилась у руководства новой организации «Движение первых». Это современный прототип пионерии. Впервые документы в Барнауле торжественно вручили 20 апреля. Теперь это будет добрая традиция. Сегодня паспорта школьники получали из рук губернатора Виктора Томенко. Сегодня в техническом университете особенно людно. В гости пришли школьники из городов и районов края. Случаи особенные. Ребята получают свой первый и главный жизнедокумент – российский паспорт. Волнение, но очень рада. Хотелось бы запечатлеть этот момент в своей памяти и на фотопленке обязательно. Большая ответственность легла на мои плечи, потому что теперь я официально уже гражданин Российской Федерации. Дарья уже состоит в «Движении первых» недавно созданной организацией для детей и молодежи, где каждый может реализовать свои таланты. Дарья, к примеру, вокалистка, обладатель гран-при и лауреат международных конкурсов. «Движение первых» – это те, кто первые, те, кто ответственные, честные, добросовестные, те, которые готовы всегда помочь, которые веют в дружбу, веют в мечту и сегодня объединяют, продвигают, развивают нашу страну. Холл технического университета сегодня в атрибутах не только «Движения первых», но и пионерской организации советского времени. Впрочем, идеи и цели у организации во многом схожи. Представители современного даже галстук завязывают, как раньше пионеры. О своих новых традициях участники «Движения первых» рассказали губернатору. К примеру, что активисты «Движения» вместе с паспортом получают в подарок обложку на него с логотипами «Движения». Можно быть, помимо того, что быть участником «Движения первых», можно быть еще юно-армеецем. Конечно. Можно кубинироваться так же, как и мы. Нет такого, что я в «Движении первых» и все, все остальные ко мне не подходят. Мы с Екатериной, то есть мы бойцы российских студенческих отрядов, но и также являемся активистами «Движения первых». 17 ребят и это не только активисты «Движения» получили сегодня в торжественной обстановке паспорта из рук Виктора Томенко. Рядом со школьниками в этот праздничный день были их друзья и родственники. Это действительно важный и торжественный момент в жизни. Впервые получаешь паспорт гражданина своей страны, и это уже навсегда с тобой идет по жизни. Напомню, что торжественное вручение паспортов – это уже традиция, и такие мероприятия «Движения первых» будет проводить каждый месяц. Всего за сегодня и ближайшие выходные в 10 городах и районах края новые российские паспорта получат 360 школьников, которым уже исполнилось 14 лет. Татьяна Голубева, день с толком. Жители Барнаула могут анонимно и быстро сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Для этого достаточно всего на 10 минут посетить специальный мобильный комплекс, который в ближайшие дни можно будет увидеть в разных точках города. Подробнее об этом смотрите в сюжете Елены Макаренко. Небольшой, но довольно заметный фургончик у одного из торговых центров Барнаула. Большинство его обходит стороной. Но прохожие отлично понимают, что здесь тестируют на ВИЧ и признают, что это важно. Правда, почему-то чаще людям не их возрастной категории. Экспресс-тест не проходили. Не проходили, но рекомендовали бы, да? Особенно молодежи, конечно. А почему именно молодежи? Ну, они редко в поликлинику обращаются. И у них чаще как бы риски. Чем старше, тем чаще, я думаю. Ну, в любом случае, старшие тоже точно так же стоматологи, какие-то процедуры. А на половым путем передаются? Ну, и для старших тоже будет уместно. Многие стесняются уже сходить куда-то в какое-то специальное место, потому что стыдно, как-то считается. А когда вот можно это сделать на ходу, это проще. А сами бы рискнули? Ну, почему бы нет? И рискнувшие нашлись, но желающих сниматься на камеру не оказалось. Поэтому в процессе участвуем сами. Ну, собственно, так и выглядит экспресс-тест на ВИЧ. Мы фиксируем время, чтобы засечь ваши 10 минут, необходимые для появления результата, и ваш порядковый номер. Анонимно, бесплатно и быстро. Всего капля крови и 10 минут ожидания. Одна полоска результата отрицательный, две – положительный. Однако специалисты добавляют – достоверность теста высокая, но не стопроцентная. Мы рекомендуем, если у человека была какая-то рискованная ситуация, сдать первый тест через три недели. Это первая ступень, когда тест уже может показать. Через три месяца, чтобы убедиться, и через полгода, чтобы убедиться наверняка, потому что, мало ли, всякие случаи бывают. Но мы говорим о том, что через три месяца это уже стопроцентный результат. При подозрении на положительный ВИЧ-статус уточняющие тесты проведут уже в спеццентре края. И лучше, говорят специалисты, забыть про стеснение людям разного возраста. Ежегодно только в нашем крае смертельно опасные заболевания подтверждают в среднем у двух тысяч человек. Среди них больше тех, кто старше 35 лет. Но возраст не показатель. Основной риск заражения – аморальный образ жизни, беспорядочные половые связи. ВИЧ-инфекция касается каждого. И на данный момент у нас происходят смерти у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией. Основным путем передачи ВИЧ-инфекции сейчас является половой путь передачи. Это естественный путь передачи. И поэтому, к сожалению, пока мы не можем остановить распространение ВИЧ-инфекции. Но предупредить по силам каждому. Мобильный комплекс в Барнауле будет работать в мае еще на двух площадках. 25 числа на площади Сахарова и 26 на парковке по адресу 5-я Западная, 62. Елена Макаренко, Мария Мацаева. День с толком. Копнули глубже. Пропавшую с Новомихайловского кладбища урну с прахом все-таки нашли. Об этом нашему телеканалу сообщила жительница Новоалтайска Антонина Куликова. Прах принадлежал ее матери. Напомним, в конце апреля женщина приехала на кладбище навестить умерших родственников и ужаснулась. Могила была перерыта, а праха матери на месте не оказалось. Женщина обратилась в СМИ, историю придали огласки и к делу подключились правоохранители. В результате, накануне емкость с прахом удалось разыскать. При сотрудниках полиции яму копнули глубже. Там урну и нашли. Мои родственники должны успокоиться. Они должны видеть, что там есть, что там надо памятник поставить нормальный. То есть фотографию ее достали. Разрубили корни. Там сосна у меня растет. И 22 года это сосенки. Все корнями перерыто. Достали эту урночку. Действительно, там написано Ярич Юлия Александровна. Спрос на комфорт, тишину, медицинский сервис и благоустроенные туалеты. Специалисты в области туристической сферы обсудили тревел-тренды на Алтае. Несмотря на то, что турпродажи в этом году начали падать, интерес к отдыху в нашем регионе по-прежнему высок. Так чем же туризм на Алтае ежегодно притягивает миллионы человек, расскажет Валентина Аскерова. У туристов спрос на два Алтая стал выше. Это подтверждают ведущие эксперты в области туризма. Шкала интереса взлетела вверх во время пандемии коронавируса в 2021 году. Но в 2022 интерес постепенно начал угасать. В этом году глубина продаж обмелела сильнее. Наши коллеги делали исследование. Один из ведущих туроператоров по внутреннему туризму. Они ежегодно проводят маркетинговые исследования. Поэтому пока цифры немножко не обещаю. Еще на 14% у них интерес упал по их продажам. Ну, у них основные продажи практически по Алтаю и вообще по России. Нужно такую сделать. Оговорку на 14% это из европейской части страны. Вот именно январь-февраль по продажам на этот сезон. Связано это в основном с увеличением цен на авиаперелеты и на сами туры. Отели премиум класса сильно задрали ценник. Так, сутки на одной из баз Телецкого составляют 330 тысяч рублей. Средняя цена на проживание в добротной базе на берегу Катуни с панорамными окнами 5-6 тысяч рублей. Но это нынче не дешево, особенно для жителей Алтайского края. Я могу сказать, что за сегмент средний, средний плюс и выше, да, вырос процентов на 25. Причем собственники объектов размещения стали применять такую хитрую систему, динамическое ценообразование, которое сложно просчитывается. И когда тебе нужно в моменте что-то снять, как правило, цена еще выше, чем та, на которую ты предполагал. Изменились тренды и в запросах. Большинству туристов подавай хороший, благоустроенный объект размещения. Так, тот же отдаленный Кошагачский район новым веянием начинает все больше соответствовать, отмечают эксперты. А вот что касается необходимых доработок, то главное – тревел-боль Алтая – уборные. Система туалетов. Это головная боль всех туроператоров. И либо за редким исключением иногда неработающие туалеты на перевалах, Семенский чекетаман за какие-то там условные деньги, либо их отсутствие. И было бы здорово, конечно, если бы были организованы специальные места под санитарно-гигиенические какие-то процедуры. Тем не менее, люди на Алтай едут. Несмотря на высокие цены, дефицит туалетов. Причем некоторые готовы отдыхать более скромно – за 300 рублей в палатке. В удаленных, труднодоступных местах без сотовой связи и тет-а-тет с природой. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Семнадцатая музейная ночь состоится уже в эту субботу. Барнаульцев в этот день будут ждать около 50 площадок. Программы подготовили как крупные музеи, так и частные мастерские, парки и зоопарки. Куда сходить и что интересного нас ждет – расскажем далее. Ночь в акции «Ночь музеев» понятие «расчужимое». Например, официальное открытие состоится в 18.00 на Молотобольской. А в парке «Изумрудный» в 16.00 барнаульцев ждет развлекательная программа по мотивам советских мультфильмов «Детство навсегда». А также показательное выступление радиоуправляемых кораблей, биологическая экскурсия «Жизнь муравья», выставка экзотических животных и мастер-классы. Будет детское караоке, показ детских мультфильмов, выставки ретро-игрушек и ретро-открыток, выступление духового оркестра, ну и многое другое. Насыщенная программа будет и в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Здесь музейная ночь начнется в 7 вечера. Барнаульцев ждет мастер-класс по изготовлению мозаики из стекла. Квиз на тему «Четвероногие герои», а в 8 вечера – экскурсия с директором зоопарка. Честно хочу сказать, мы впервые в таком формате участвуем в музейной ночи. Приготовили очень интересную, своеобразную программу. У нас очень много новостей в зоопарке. И обо всем этом мы расскажем в ходе этого замечательного события. Яркую программу для барнаульцев подготовила и команда горной аптеки. При гостей ожидает театрализованная экскурсия, а также застолье, большой чан ароматного глинтвейна. И каждые полчаса – магические сеансы, путешествия в потайные подвалы 19 века, городские легенды, ожившие духи и многое другое. Три площадки подготовил и краеведческий музей. На одной из них на ползуново 7 вечера начнутся выступления Центра исторического фехтования, старинного и современного танца. А закончится все дискотекой от команды «Диско-80». Начинаем в 22.00 и танцуем до часу ночи под легендарные хиты 80-х, евродиско, совет диско и в конце традиционная дискотека 90-х. Цена входных билетов во все музеи будет составлять 100 рублей. А для удобства барнаульцев продлен и общественный транспорт. Большинство площадок города будут работать до 2 часов ночи. Не проспите. Дмитрий Дроздов, День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова